Так, говорится по-другому, в словах, когда их читаешь или говоришь, половину букв вообще нужно не произносить, зачем их туда там написали, непонятно. Плох, проверю. А что, ты имеешь в виду, когда свет выключали, не скис ли он? Или ты имеешь в виду, доготовился ли он? Да, короче, и вот это тоже. Пишется так, читается сяк, то надо букву ту пропускать, не читать, в том слове ее читать, ну, капец, ну, очень сложно. Куда мы едем? Мы за двора стоим. Я дома сначала вела, а у меня все за этот. Запугали, хочу сказать. Пристыдили, что я там сижу, как в этом. Могти попу... Да, будет скоро надо. Приготовился Ильяс. А, поняла. Плов готовишь, молодец. А вы изна летания? Дома только тёмно. Дома никого нет. Завтра на работку на три денёчка в эту жару. Бляха, муха, господи. Ну, всё хорошо, всё нормально. Я хочу на работу, не хочу сидеть дома. Ну, в этой же арея находиться, ну, это... Это невыносимо. Это же не представляете. Помимо того, что там такая жара, ну, как сейчас всем известная, там просто такой пипец. Ещё и холодильники. Работают все холодильники. От них такой жар идёт. Я там, где стою за прилавком, у меня в ноги вот так аж тупо горячий напор воздуха от холодильников. Горячий. У меня, блин, ну, просто я в шоке. Я в шоке от того, что там происходит. У нас завтра 36. У нас тоже 36 тени. И я там на работе с холодильниками, вот этим я же говорю. Я когда стою отпускаю людей, у меня просто тупо напор горячего воздуха прям. Вентилятор включаю, но вентилятор дует в одну сторону. Там, где я сижу, допустим, на крестнице. Я встаю отпускать людей, всё, вентилятор на меня уже не... Дома ещё и кондиционер есть. Но у меня дома действительно не жарко. Я даже кондиционер включаю не всегда. Ну, редко даже, можно сказать. А там, мало то, что так жарко, ещё и где-то без кондиора. Ну, мы-то, конечно, туда, куда переезжаем, там будет кондиционер. Мы толку, мы туда переезжаем, будет... Хорошо. То есть я на море собираюсь, и я, когда мы закроем магазин, поеду на море, а потом только перейду туда работать. Хорошо. Вообще жесть какая-то. Ночью даже холодно, да. Я укрываюсь, а я... Женька, приветик. Куда на море? Ой, ну, слушай. Наверное, поеду в Болгарию теперь. Ну, типа эконом-вариант. Ну, как эконом-вариант у меня будет нормальный. Я имею в виду, что Болгария дешевле, чем всё остальное. Тоже от того же туроператора поеду с мамой и с Артёмом. Теперь со своей мамой и с Артёмом. Он уже путёвку там рассматривает. Когда? Скорее всего, что 29 августа. 29 августа, да. Школу недельку пропустит Артём. Мы едем 1 августа. Ну, я просто не хочу в эту жару, ты понял? Я просто уже была в... Ну, наверное, и 29-го будет такая же жара. Я хочу, чтобы немножечко сентябрь, ну, больше захватить. Поняла? Потому что я вот это, как вспомню в июле, че в июне, блин, это Турция, это... Плюс я уже столько была, хочу немножко, чтобы время прошло и в конце лета ещё съездить. А потом зимой, надеюсь, кумулы мало мать и поехать вдвоём куда-то уже. Теперь отмой масс не зайдёт. Я офигевши, шо такое? Жарко? Тоже учёба. Ну, я думаю, если он пропустит неделю школы с этими тревогами, вечно в подвале сидят, ничего страшного не будет. Первую неделю школьную, пока они там раскочегарятся, ничего страшного. Я думаю, ничего страшного не будет. У моего нового учебного заведения? Не, ну, конечно, во-первых, новое учебное заведение, во-вторых, у него уже другая программа, ну, у него же, ну, это же уже даже не школа, это уже выше, чем школа, ну, конечно, нет. А у моего Артёма, ну, шо, второй класс, первая неделя. Так. Привет, привет. Я тебе покажу. Нет. Спасибо, Вадим Магрод. Это вы сейчас на 8 человек набрали? А шо вы отмечаете? Ох, хотя мне, честно сказать, впадлу. Мама просто очень хочет на море, ей не с кем поехать, плюс я ей должна добавить немножко там, ну, короче, это... Из-за этого и еду. Марко, спокойной ночи. Хорошо, я тоже сейчас буду уходить на ногти. Спасибо тебе за подарки, Марко. Я напишу, когда это. С ногтей припру. Я из Непта. Пацаны, в отпуск приехали. Друзья какие-то твои? Маме привет от нас. Хорошо, обязательно передам. Похоже, я опоздал. Да, ты пришел поздно. Я уже эфир веду давно. Спокойной ночи. Сегодня тебе удалось пойти слайд. Свою минутость состояние. Если хочешь, можешь меня заблоковать. Игнази. Ты можешь манин на пусах. А, это вот эта штука для этого. Кло. Такое, знаешь, уже состояние. Типа, как на море, а вот как надо. Не так уж и хочется, а вроде как надо. Даже не знаю. Спасибо.